МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глава Чувашии принял участие в выездном совещании Совета Безопасности. Оно прошло сегодня в Саратове. Руководители регионов и представители федеральных ведомств обсудили ряд актуальных вопросов. Подробности у Дмитрия Ковалева. Бурные дискуссии начинаются в кулуарах. На обсуждение глав регионов и членов Совета Безопасности вынесли целый ряд острых тем. Одна из них – противодействие незаконному обороту наркотиков. Руководители субъектов делятся друг с другом проделанной работой и намечают планы. Количество потребляющих психотропные вещества в ПФО снижается. А вот незаконный оборот за последние годы вырос. В 2017 году при сокращении общего массива зарегистрированных преступлений на 3,3% в округе наблюдался рост доли преступных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков до 9%. Наблюдается активный трафик афганских опиатов, использование местного растительного сырья, активное замещение традиционных наркотиков их синтетическими налогами. Интернет, к сожалению, продолжает выступать доступным и удобным средством для бесплатной рекламы и сбыток наркотических средств. Очевидно, что необходимы действенные меры. Полпред отмечает, что программы противодействия наркотиков эффективно реализуются не в каждом регионе. При наличии в округе 92,5 тысяч наркопотребителей региональными антинаркотическими программами предусмотрено финансирование на душу населения от 20 копеек в Кировской области до почти 8 рублей в Удмуртской республике. То есть диапазон, понимаем, 20 копеек и 8 рублей. Бюджетные возможности у этих регионов плюс-минус одинаковы. Так скажем, не настолько отличаются, насколько в разы отличается финансирование этих антинаркотических программ. Обеспеченность кадрами врачей-психиатров-наркологов округа составляет лишь 0,4 на 10 тысяч населения. Руководителям регионов Михаил Бабич поручил детально проанализировать недоработки и в сжатые сроки их устранить. Слаженных действий требуют и вопросы, и противодействия, и криминальные идеологии в среде молодежи. Сохраняется устойчивая тенденция роста преступлений экстремистской направленности, основная часть которых совершена молодыми людьми, в том числе несовершеннолетними. Выявлено около двух тысяч участников молодежных объединений деструктивной направленности. Главную опасность для молодежи таит интернет. Оградить подростков от пагубного влияния всемирной паутины могут помочь военно-патриотические клубы. В округе реализуются 43 региональные программы. Проводятся комплексные оперативно-профилактические мероприятия «Шанс», «Лидер», «Подросток» и другие. В данную работу вовлечено 120 общественных организаций округа. Эту тему недавно обсуждали и участники Координационного совета по правопорядку. Глава республики отметил, что молодежь необходимо привлекать к труду, особенно в период летних каникул. И уже на выездном совещании Совбеза было предложено принять госпрограмму, которая поможет совершенствовать молодежную политику. В республике, отмечая глава региона, подростки переступают черту закона. Все реже. Дмитрий Ковалев, Республика и Саратова. Развитие государственных и муниципальных услуг обсуждали сегодня члены правительственной комиссии. Эффективным проводником между государством и гражданами должны стать многофункциональные центры. Качество работы МФЦ – один из ключевых вопросов повестки дня. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Региональная сеть многофункциональных центров становится все более универсальной. С прошлого года здесь начали оказывать и адресные услуги предпринимателям. Окна для бизнеса – приоритетный проект. На территории Чувашской Республики в 2018 году должны функционировать 20 окон в МФЦ, которые специализируются на предоставлении государственных и муниципальных услуг, услуг иных организаций и мер поддержки предпринимателей. В соответствии с соглашением с Минэкономразвития России о предоставлении Чувашской Республики субсидии на развитие в Республике проекта выделено 500 миллионов рублей из федерального бюджета, из республиканского чуть более 957 тысяч рублей. Вслед за городскими МФЦ окна для бизнеса открывают и в муниципалитетах. На очереди многофункциональный центр Чебоксарского района. Для открытия дополнительного окна, это 9 окна, значит, мы все-таки определили помещение, это в самом же здании администрации, по заключению договора решения. И по смете? Да, и по смете. Хорошо, тогда ждем в течение недели, что вопрос будет закрыт. Но просто открыть окна недостаточно. Необходимо обеспечить их загрузку. Пока же большинство предпринимателей с вопросами развития бизнеса обращаются по старинке к специалистам администрации муниципалитетов. В республиканском Минеке считают, что здесь недорабатывают и представители МФЦ. По городу Чебоксара 4,5% выполнения ключевого показателя, по Новочебоксарску 17,8%. Это у вас находятся основные получатели этих услуг, и у вас в Новочебоксарске. За счет вас двоих у нас 25,9% по республике. Понимаете? То, что мы не знаем, что мы можем предоставить. Члены правительственной комиссии указывают и на другую проблему. Большинство муниципальных МФЦ не отвечают современным стандартам. Где-то не хватает информационных табло и консультантов, где-то комфортабельных зон для ожиданий. Мы когда создавали МФЦ, не учитывали, что ли, крифейли? То есть, или они потом вносились изменения там требовали? Мы когда, значит, создавались, изменение законодательства было иное. Модернизация центров госуслуг – задача для муниципальных властей, отмечает Иван Маторин. Прошу прям под подпись до главы довести муниципалитет курирующего заместителя и, соответственно, до самого руководителя МФЦ. Чтобы потом не было, чтобы кто-то не в курсе, чтобы можно было потом спрашивать, устранены эти замечания, не устранены эти замечания. Хорошо. Чебоксарские депутаты уточнили сегодня бюджет на этот и еще два ближайших года. Дополнительные средства появились после продажи городского имущества. Кроме того, столичную казну пополнили деньги из вышестоящих бюджетов. В общей сложности казна пополнилась почти на 189 миллионов рублей. Из них 99 миллионов город заработал сам, а 89,5 пришло из федерального бюджета. Федеральные деньги у нас, как всегда, поступают исключительно по целевому назначению. Они выходят на строительство, реконструкцию дорог. Это программа безопасной и качественной дороги. Что касается средств от продажи имущества, то за счет этих денег удастся залатать часть бюджетных дыр по ряду вопросов. К примеру, 2,5 миллиона пустят на строительство и ремонт парковок и линии освещения. За 1,4 миллиона на центральном пляже построят спасательный пост. По отрасли физической культуры и спорт предлагается увеличить расходы в сумме 2 миллионов рублей на мероприятие в рамках чемпионата мира по футболу 2018 года. По социальной политике предполагается увеличить расходы в сумме 486,5 тысяч рублей, которые предполагается направить на ремонт жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Не разорит ли казну недавнее приравнивание минимального размера оплата труда к прожиточному минимуму? И где в расходах строка на газификацию заволжья? Поинтересовались депутаты. Что касается первого вопроса, все рассчитано денег хватит, отметили в финансовом управлении. Насчет газа в Левобережье, все работы планируются на 2019 и 2020 годы. Нам к этому периоду нужно подготовиться, выполнить проектно-смертную документацию. По сосновке мы уже привели конкурс, определили подрядчика. Стартовая цена была около 15 миллионов рублей. Согласились выполнить проект за 4-5 миллионов. Уже контракт заключен. В итоге изменения в бюджет приняты единогласно. Ольга Пырычкина, Борис Андреев, Республика. Силы спасателей в прошедшие выходные были брошены на борьбу с чрезвычайным происшествием на левом берегу Волги. Пожарные устраняли последствия майских праздников. Чистый берег. Так называется экологическая акция МЧС, которая проходит во всех регионах России не первый год. Спасатели, сотрудники госинспекции по маломерным судам и просто неравнодушные граждане приехали за Волгу, чтобы показать своим примером, что убрать мусор – это несложно. Если мы с вами будем безалаберно относиться к окружающей нас среде, то нашим потомкам достанется земля, замусоренная пластиковыми пакетами, бутылками и стаканчиками, которые не разлагаются, и земля, которая будет мертва, на которой ничего не будет расти. Вода, в которой не будет рыбы, в которой будет страшно зайти и искупаться самим нам. 160 человек прошлись по левому берегу Волги и набрали 120 мешков мусора. Но даже столько людей при всем желании не смогут очистить берег реки от гор, стаканчиков, бутылок, фантиков и прочего хлама. МЧСники обращаются с просьбой не мусорить и убирать хотя бы за собой, ко всем отдыхающим. Каждый год с апреля по май идет комплектование дошкольных образовательных учреждений. Дети поступают в детсады с 1 июня. Как в этом году формируются группы, расскажем в следующем сюжете. Более 36 тысяч детей сейчас ходят в столичные детские сады. И хотя за последние 5 лет построено 20 новых современных дошкольных учреждений, тем не менее еще не все желающие обеспечены местами. А по социальной 10 мая в очереди на получение местных детских образовательных учреждений состоит 18 698 детей. Из них 10 551 ребенок в возрасте с 1,5 до 3 лет. В детские сады города Чебоксар 1 июня будет направлено 7 702 ребенка. Из них 2 122 ребенка льготной категории. Даже после комплектования на 2018 год в очереди останется более 11 тысяч детей. Альгешево, Богданка, Садовый, Новый город, Лента, Университет, Волжский. В этих микрорайонах вопрос очередности стоит наиболее остро. Детям от 2,5 до 3 лет не попавшим в детские сады своих микрорайонов предложены места по городу. Юлия Важенина, Александр Петров, Республика. 1 июня снова в школу. В Чебоксарах начали принимать заявления на зачисление детей в пришкольные лагеря. Смены в пришкольных лагерях начнутся уже с конца мая. В этом году мы планируем открыть смену лагерей в 63 учреждениях города. Это 59 школ и 4 учреждения дополнительно образования детей. Охват планируем мы в этом году 10 тысяч человек, а может даже и больше. Все лагеря уже написали свои планы, программы, режим работы. И, конечно же, каждый лагерь имеет свою изюминку, имеет свое направление. В основном это эколого-биологическое, туристическое направление, военно-патриотическое, культурно-массовое, творческое. Сейчас специалисты проверяют, насколько школы готовы к работе с детьми летом. Основное внимание было уделено на состояние путей эвакуации, на аукционные выходы, также на работоспособность системы направленной стимулизации. Впервые в этом году лагеря с дневным пребыванием детей будут работать все три летних месяца, сообщили в столичном управлении образования. Пресс-конференции, мастер-классы, творческие встречи и, конечно, кино на большом экране. Меньше чем через неделю в столице Чувашии откроется 11-й Чебоксарский международный кинофестиваль. Какие фильмы увидят жители республики в этом году? Далее в сюжете. В этом году в рамках Чебоксарского международного кинофестиваля, кроме девяти полнометражных фильмов, покажут 15 этнических и региональных кинокартин. Председателем жюри основного конкурса в этом году станет известный российский режиссер, сценарист Александр Прошкин, а жюри конкурса этнического и регионального кино возглавит киновед из США Нэнси Конди. 11-й Чебоксарский международный кинофестиваль будет богат на события. В программе более 80 мероприятий. В программе кинофестиваля планируется участие свыше 40 режиссеров, продюсеров, популярных российских актеров в театре кино, киноведы и кинокритики из России. Также из регионов Якутии, Башкортостана, Бурятия, Иркутска, Южной Кореи, Монголия, Австралия, США. Среди них так популярные медийные лица, как Александр Прошкин, Абит, он уже сказал. Также Рана Кубаева, советско-узбекская актриса, кинорежиссер, сценарист, продюсер. Торжественная также церемония запреты. Примут участие Антон и Виктория Макарские. Торжественное открытие состоится 21 мая в кинозале «Сеспель». В Чубаксарах киноленды будут показывать на восьми площадках. Кроме этого, кинопоказы и творческие встречи состоятся в Новочубаксарске, Шумерле, Миринском посаде, Канаше и Аллатре. В один из фестивальных дней пройдут кинопробы для актеров, которые проведет кастинг директор Мосфильма Ирина Лаврентьева. Галина Титарчук, Александр Петров, Республика. Маленькие звездочки. Фестиваль-конкурс детского творчества стартовал в столице Чувашии. Принять участие могут воспитанники детских садов и их педагоги. Сегодня выступили таланты 78-го детского сада. Белые бантики, платьица и галстучки. Настоящие модники и модницы столичного сада номер 78 представили жюри свою концертную программу. Эти маленькие артисты целых полчаса практически не уходили со сцены. Выступили хорошо, потому что подготавливались долго. И я рад, что мы выступили хорошо. Каждый из ребят, как универсальный артист, читал стихи, пел и танцевал. Мне понравилось. Выступать было здорово, но мы чуть-чуть ошибались. Мне нравится танец-водница из-за того, что там надо крутиться. Юные таланты нисколько не стесняются и раскованно чувствуют себя на сцене. Лилия Никитина даже выступила сольно. Ее песня «Я на мамочку похожей быть хочу» покорила жюри. В 78-й детский садик показывают свою программу вторым по счету. Всего 11 дошкольных учреждений изъявили желание принять участие в фестивале. И это даже больше, чем ожидалось, признается организатор конкурса. Кстати, в этом году фестиваль проходит впервые. Идея пришла очень просто. К нам периодически подходят мамочки. Говорят, что у них ребенок мечтает стать артистом. Хочешь на большую сцену, можно ли он у меня споет песню или станцует. И мы решили, почему бы не сделать прям фестиваль. Настоящий такой конкурс, фестиваль для дошколят. Конкурс творчества будет идти вплоть до 1 июня. А в День защиты детей перед торговым центром Мадагаскар пройдет гала-концерт. На нем самые яркие участники покажут свои номера. И, конечно, определится лучший из лучших. Детский сад-победитель получит кубок фестиваля и шведскую стенку в подарок. А мы, в свою очередь, покажем их выступление в эфире национального телевидения «Чуваши». Кстати, кто не успел отправить заявку на участие, у вас еще есть такая возможность. Юлия Воженина, Борис Андреев, Республика. В Шоршулах прошел 9-й пленэр чувашских художниц. В этот раз его посвятили 55-летию полета Андриана Николаева в космос. Работы, которые были написаны во время этой творческой командировки, представили любителям искусства на специальной выставке в Чбаксарах. Организатор женского пленэра Светлана Кокель со своими коллегами по цеху уже на протяжении 9 лет выезжает в разные районы республики. На этот раз художницы творили в Мариинско-Посадском районе, на родине космонавта 3 Адриана Николаева. Ксения Кокель, одна из самых молодых участниц пленэра, вдохновлялась местными пейзажами. Так родились эти полотна. Солнечный день, шоршелы, закат и другие. В Шоршелах мне очень понравилось, очень живописные места. Я получаю очень много эмоций. Там очень приятно находиться. Все женщины очень интересные, очень веселые. Понравилось то, что возрастная категория, то есть очень обширная, есть и художницы постарше, и можно у них поучиться, и набраться опыта, посмотреть, как они рисуют. Все работы выполнены и в разных техниках и жанрах. Так или иначе посвящены «Звездному сыну Чуваши» и теме космоса. Вот эта женская выставка такая очень разнообразная, не одинаковая. И в каждой картине характер той девушки или женщины, которая писала эту картину, как внутренний космос уже человека. Поэтому выставка настоящая космическая и с удовольствием приглашаю на нее жителей Республики прийти в Национальную библиотеку и посмотреть ее, получить от этого наслаждение. Таким был этот вторник глазами корреспондентов программы «Республика». Я Ольга Панова с вами прощаюсь и до встречи в эфире Национального телевидения «Чувашия» уже завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова